Байконур превращается в пайсинка российской космонавтики. Общество. Космическая Одиссея 18 февраля 1747 Байконур превращается в пайсинка российской космонавтики. Поможет ли кадровая рокировка на космодромах решить нарастающие проблемы отрасли? Сергей Аксенов. Комментарии в просмотров 3303. Фото. Михаил Джапаридзе. ТАСС. Материал. Комментируют. Иван Моисеев. Неудачи российской космической отрасли последнего времени заставляют ее руководители предпринимать экстренные организационные меры. Одной из них, видимо, станет смена начальников двух основных российских космодромов Байконура и Восточного, о чем 18 февраля сообщили СМИ. По информации РБК, уже в ближайшее время космодром Восточный возглавит Роман Бабков, который сейчас занимает пост заместителя начальника филиала Роскосмоса на Байконуре. В свою очередь, действующий глава Восточного Валинура Гишев отправится в Казахстан, где станет начальником Байконура. Для непосвященных это выглядит как смена шила на мыло. С чем именно связана предстоящая рокировка, пока не ясно. Возможно, дело в денежных потоках. В начале февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал кризисным финансовое состояние оператора обоих космодромов в Губценке. Речь шла о долгах и об изменении индексов промышленных и потребительских цен при сохранении объемов субсидий. Еще одна возможная причина кадровых пертурбаций – перенос центра тяжести космической активности на внутрироссийскую инфраструктуру. Так, на 2019 год с Восточного запланировано более чем в два раза увеличить число запусков. Отправлять ракеты в космос станут чаще, чем за всю предыдущую историю эксплуатации нового космодрома. Читайте также. Уживутся Липагда и Ту-160М2 в дальней авиации России. Почему в Минобороны считают, что наше летающее крыло будет дешевле американского, которое стоит доллар-два миллиарда? А вот Байконур на глазах превращается в пасенка российской космонавтики. В текущем году Минобороны РФ запустит оттуда последний военный спутник. Больше запусков там не будет. Об уходе с легендарного космодрома объявил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС России Игорь Морозов. Вообще, новому руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину досталось в наследство немало проблем. Свежий пример. АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» НИМАШ в Нижней Салде Свердловской области, занимающийся разработкой и выпуском ракетных двигателей малой тяги, не в состоянии платить за газ и электроэнергию для Котельной. Сергей Королев, наверное, в гробу перевернулся, узнав такое. Исправить ошибки, которые копились годами, в один момент, наверное, невозможно. Очевидно, поэтому Роскосмос наряду с ежедневной рутинной деятельностью пытается впечатлить российское общество будущими успехами. И вот уже мы читаем о предстоящей к 2031 году колонизации Луны и даже о добыче на спутнике земли полезных ископаемых. Звучит заманчиво, но реально ли? Еще один масштабный проект будущего участия Роскосмоса в запуске спутниковой группировки британского проекта по созданию глобального интернета, OneWeb, удачный с коммерческой точки зрения ход, имеет и оборотную сторону. Долгое время ФСБ возражало против развертывания над территорией России космической инфраструктуры потенциального противника. «Эти люди, начальники обоих космодромов, малоизвестны, чтобы о них судить», — говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Но если абстрагироваться от личностей, то это кадровое решение не означает ровным счетом ничего. Работа что начальника Байконура, что начальника Восточного Однаэтажа. Эта рокировка может быть связана с какими-то абсолютно не относящимися к космосу вещами. Возможно, с индивидуальными вопросами. Кому-то надо на Дальний Восток, а кому-то в Азию. На космосе нашем это никак не отразится. СП, а то в последнее время слишком много стало факторов, влияющих на космическую программу. Вообще, складывается впечатление, что Россия уходит с Байконура, все больше и больше отдавая приоритет Восточному. С Байконура запускают тогда, когда надо вывести груз на геостационарную орбиту. Это спутники раннего предупреждения о ракетном нападении и военные спутники связи. Сейчас Минобороны завершила серию запусков спутников связи благовест и на ближайшее время подобного рода задач, видимо, не запланировано. Кроме того, в Плесецке есть стартовая площадка для ангара Пяти, которую изначально планировали на замену Протону. На Восточном такой старт только строится. И если военным сейчас понадобится запустить спутник на геостационар, они могут использовать для этого ангару. Тяжелая ангара, конечно, многострадальная ракета. Летала всего один раз в 2014 году и с тех пор стоит, но поскольку ее все-таки сделали, довели до конца, то она и планируется как будущий доставщик спутников Минобороны на геостационар. Так как она это может делать. Поэтому общая политика постепенно переориентировать эти запуски на ангару. Это старая затея, затянувшаяся на долгие годы. Решение о создании ангара было принято еще в 1992 году. Сейчас потихоньку до этого дошли. СП. Четверть века прошло. Сможет ли Россия реализовать те амбициозные проекты, о которых так много говорится в последнее время? На Луну собрались. В последний год трудности в отрасли нарастают. Проекты отменяются. Причем серьезные проекты. Такие как посылка модуля на МКС, полет на Луну автоматической станции, которая уже существует. Все это теперь сдвигается на годы. Мы слышим про базы на Луне, но развитие технологии таково, что в этом есть сомнения. Таковы тенденции. СП. Чем вызваны переносы? Может, необходимостью экономить в тяжелых экономических и политических условиях? Нет, тут дело в плохой организации работы. Потому что если запуск аппарата, который готовился к полету 10 лет, переносится еще на 2 года, это означает, что весь период подготовки не было никакого планирования, да еще и замалчивались те проблемы, которые возникали. Хорошо хоть со спутниками связи у нас все нормально. Это потому, что ими занимаются организации, независимые от Роскосмоса. А если взять Федеральную космическую программу, то там по всем пунктам огромные проблемы. СП. ДАА. Наломал комаров дров. Космос посложнее Жигулей оказался. Надо понимать, что функционирование космической отрасли, как системы, зависит от одновременных и согласованных усилий Роскосмоса и Минобороны. Координировать работу двух ведомств должен вице-премьер правительства. В его задачу входит согласование интересов обеих сторон. Смена начальников космодромов – это просто перестановка людей внутри корпорации, продолжает главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин. Обычное дело. Ничего стратегического тут нет. СП. Кажется, Байконур постепенно теряет свое значение. Это естественно. Все к этому и шло. У нас есть космодром в Плесецке, который целиком управляется военными. Они оттуда запускают те спутники, которые нужно запускать на орбиты, близкие к полярным, а на орбиты экваториальные, геостационарные, лучше всего запускать с космодрома, расположенного южнее. Читайте также. Турция вновь на распутье. Покупайте С-400 или европейский ЗРК. САМП-Т. Генсек НАТО Сталтенберг предложил Эрдогану действительно хорошую альтернативу российским триумфам. Но для того, чтобы сделать нашу оборону независимой от другого государства Казахстана, строится новый космодром Восточный, куда будут постепенно переводиться все военные пуски с Байконура. Это все плановая работа. СП. Жаль Байконур. Казахстан нам поставил задачу прекратить оттуда запуски гептильных ракет типа «Протон», гептилракетное топливо АВТ. И была договоренность, что «Протоны» будут там эксплуатироваться до 2023 года. Но «Протоны» запускают на геостационарную орбиту и военные аппараты и коммерческие, и спутники связи, и межпланетные станции. К 2023 году у нас на Восточном должен заработать стартовый комплекс с возможностью запуска с помощью не гептильной, а керосиновой ангары. СП. Придирка Казахстана к гептильным ракетам – это предлог, способ выжить Россию со своей территории. Вообще, Казахстан заинтересован в том, чтобы стать космической державой. Мы им передали стартовый комплекс из-под «Зенита». Новую ракету «Союз-5» предполагается запускать уже совместным боевым расчетом со стартовой площадки, которая будет не в аренде, а принадлежат Казахстану. Но «Союз-5» – это средняя ракета грузоподъемностью 17, вопросительный знак 18 тонн на низкую орбиту. Мощных протонов там уже не будет. Их стартовые комплексы законсервируют или разберут. Исследования космоса, в. Наша, не знают, на чем в этом году астронавты полетят к МКС «Космическая Одиссея». Гиперзвуковой дрон покажет США кузькину мать.